Холопаю по рукам всей басоти-подписоти, которая залетела на новенький видосик. И если ты не рак, ты на каналенции Даффи Дак, и сегодня у нас серьёзная движушка образовалась. Ну а кто как ни Дариус, эту движушку может порешать. Залетел я, значит, к нему на райончик пообщаться, встретил он меня как надо, столягу накрыл десяток килов, сделал, объяснил, как себя вести на дюлюге, какие предметы покупать, эмблемки, всё по навыкам, ну а я с этой инфой, конечно же, мчу к вам. Всё вам объясню, покажу, научу, но для начала закинь братского лайкосика. Взбудораж застоявшегося колокосика, дай о себе знать в коментосике, ну и подписочка, братка, без неё, к сожалению, никуда. Ну а мы вместе со свапнутым танчиком держим весь райончик в опасности и перелетаем к видосику. Летс го! А не, ещё маленько погоди. Короче, мой братишка-катишка будет теперь встречать тебя на каждом моём новеньком видосике. И так как с ютубчиком происходит какая-то неведомая суета, мы тебя вдвоём просим подписаться на нашу телегу. Ссылочка, само собой, в описании. Залетай туда, я тебя там жду, там пообщаемся, движушку наведём, танчу кого там, пати собирать будем. Возможно, в дальнейшем будут видосики выходить там, стримы там какие-то тоже можно будет делать. Короче, туда все текаем и привет, басоти, нажимаем. Ну а теперь точно видосик. Переваливаемся на райончик беспредельщиков и сразу же летим со своим братишкой к синему хулигану, который опять опаздывает на разговорчик и заставляет нас ждать с максимально быстрой скоростью за этот моментик его минусуем и летим к водяному смотряги. И подготавливаемся на первый файтец. Второй наш скилл снижает 75% физзащиты вражины, а значит ни в коем случае его не тратим. А оставляем, например, вот на такой вот жирнючий моментик, когда Бартс просто из-за угла решил подсмотреть на водяного вазона и уже за этот момент выхватывает двоечку и апперкотик. Мимолетом закидываем пару тычек Валентине, чтобы просто знала и боялась. И на своем медосике не расслаблялась. Сходили, чекнули, есть ли красный бафчик на всякий случай. Ну а пока мы тут делишками блатнючими занимались, внизу происходит тотальный беспредел, где нашу Эдит раскидывают на двоих. Данный моментик мы не можем оставить без внимания, да и плюс они уже и под вышку залазят и совсем границ не видят. Сперва наказываем ту подругу, которая решила надавить на тапок, потому что отпустив ее и не добив, можно немного шатнуться в авторитете перед братвой. Поэтому не упускаем. Дальше возвращаемся туда, где наш танчик тоже делами ненужными не занимался, а максимально замедлял Мелиссу, чтобы мы после делишек пришли и подзакончили с ней разговорчик. Вот такая вот в общем неожиданная суета у нас образовалась уже на первых минутах. Но оно и к лучшему, потому что Дариус вначале очень силен. И такие мувики очень даже пойдут нам на пользу в дальнейшем. Будет много бабок, много предметов, а значит будем шотать всех без проблем. Красный бафчик мы все еще не забрали, поэтому быстренько его оформляем и одновременно еще кидаем тычку на медведя, чтобы одновременно их кошмарить. Гениально! Наш танчик быстренько бэкается на базу, чтобы хпшку поднабрать, ну а мы пока что разберемся с леском и полетим дальше наводить кипиш. Чисто на профессиональном уровне, вслепую закидываем ультимейт прямо в лицо Селени. Пытался настигнуть Мелиссу, но там уже какой-то нехиленький такой сходничок образовался, где чуть ли не вся тима вражеская туда стянулась. Плюс она там начала нажимать ультимейт и толкаться, в общем вэл ее минусанул, да и ладно. В следующий раз, короче, делаем грамотно, знаем, что у нее есть эскейп, а значит второй навык свой не тратим. А для начала закидываем первый и замедляем. После того, когда она использует свой эскейп, влетаем мы. И с вероятностью в 99% мы ее убиваем 1%, если у нее есть вспышка. Но лучше всего посмотреть заранее, чтобы было на соточку прям. Снимаем 75% фи-защиты, либо 50% в зависимости от вашей пассивки. Набита она полностью или нет, в общем, дальше я об этом всем расскажу. Советую использовать данный мувчик против всех, у кого имеется эскейп, потому что вас могут вот так вот обмануть, и вы такие, опа, все уже. Дальше. Далеко не отходя, накидываемся на черепашку, проходимся по бафчикам, и сидим на телефончике, и ждем звонка от братишек. И где требуется ваша помощь, туда и топаем, дабы басоту вашу не душили. В общем, выбирая братишку Дариуса для замесов на мобле, держите у себя на мази, что данный типчик имеет взрывное начало матча, но клыту теряет свой потенциал. Чтобы максимально компенсировать эту потерю в лейте, начинайте билдить предметы на деф уже после третьего слота. Но главное, с умом мы действительно нужны. Хочу отметить, что один на один, и даже в лейте Дариус перебивает любого. А вот именно уже когда замесы 5 на 5, или вы, например, влетаете один в троих без перифарма, вас тупо задавят, и ваш отхильчик вам не поможет. Поэтому выскакивайте на одиноких целей в лейте, ну а в самом начале быкуте настолько, насколько это возможно. Но не забыковывайтесь, потому что потерять авторитет проще простого. Ну а теперь пообщаемся с вами про его навыки, и пассивка у него такова. Речь пойдет про ярость Дариуса, это две шкалы вот эти красные, которые у вас под хп. Когда ярость Дариуса достигает 50%, он усиливает свой первый и второй навык. После каждой второй базовой атаки, Дариус использует круговой удар, наносит физдоможину вражине по области, и восстанавливает свое УЗ в соответствии с тем, сколько доможины он нанесет. Сколько нанес, столько себе и восстановил. Каждый раз ударяя по вражескому герою, в то время восстановление первого и второго навыка сокращается на одну секунду. Все, вся пассивка. Первым навыком Дариус применяет взрывной удар в указанное вами направление. Каждый взрыв наносит физдоможину по врагам и замедляя их на 25% на одну с половиной секунды. Доможина по одной и той же цели снижается, а доможина по миньонам снижается до 75%. Если у вас набита хотя бы одна шкала пассивки, то первый навык получает больший радиус и наносит 140% от первоначальной доможины, а его эффект замедления удваивается. Поэтому не забывайте набивать пассивку. Второй навык имеет две стадии. Первое это рывок в указанное вами направление, второе это прыжок в указанную вами цель. Причем второе нажатие на цель нанесет овермного физдоможины. И если у вас пассивка была не набита, вы снизите физическую защиту цели на 50% на 4 секунды. Если пассивка была набита, то удар нанесет 150% от начальной доможины. То есть это очень много вдвойне. Замедлит цель на 90% и снизит физзащиту цели на 75% на 4 секунды. То есть вы понимаете объем, да? Вся физзащита, которую Челик собирал всю игру, снизится на 75%. Это жестко. Ультимейт это самый обычный удар, правда анимация очень долгая, поэтому вам легко его могут сбить. Вы наносите физдоможину в указанное вами место и замедляете на 55% на 0,8 секунд. То есть ну очень мало, но замедляете. В эту доможину включается 20% от потерянных ОЗ врага. А это значит, что для того, чтобы больше нанести доможины, нужно его использовать в конце. То есть сначала продамаживаем цель, а потом нажимаем ультимейт и наносим больше доможины. Но также его можно использовать и в самом начале, смотря против кого вы будете драться. Если подсекаете АДК из кустов, то можно и в самом начале, там уже нету смысла, вы все равно его убьете. А если вы кошмаритесь с танком, то конечно лучше нажать в конце, чтобы снести больше хп. А вот, ну а теперь сбор очка. Билдосе на него башмачелу на мак, либо на физдев третьего не дано. Дальше у нас топор войны, потом злобный рых для пробития жирных целей. Дальше лично я покупаю крылья королевы, но можно их заменить на господство льда, если требуется антихил. Дальше у нас по классике кираса, либо бессмертия и щита финны. В общем, Дариусы без предметов наносят очень много дамажины в самом начале, а значит и с самого начала можно закупаться на жир. Но если все же не хватает дамажины, купите еще какой-нибудь серб, например, за место крыльев. Эмблема у нас бойца на физ атаку, на физ проникновение, с перком на кровавое першивство, для увеличения отхильчика от навыков. Ну и вот такую вот движушку мы с вами замутили на Дариусе, всех наказали, всех поубивали, трончик сломали, и довольные в следующую катку убежали. Не забудь про лайкосик, про подписочку и про переход в телегу. Всех жду. Ну а с вами был Дофянский лесной бандюган, и всем... гуд лайк. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин